книга открытым оком вопрос 1034 3 том если бы сейчас бог послал на землю иоанна златоуста или кронштадтского то люди бы все стали верующими и не было бы конца света отвечает игнатий тихоныч лапкин не надо идеализировать как сказал поэт они любить любить умеют только мертвых эти люди о которых вы говорите многим были неугодны при жизни и того и другого не раз покушались убить не думаете ли что современные общества более расположены к святому и обличительным словам пророков это только мертвым строит гробницы украшает сейчас а явись они еще похлеще утворили бы с ними мы этих людей можем представить по их трудам а если бы они молчали как монахи молчаны и жили с нами даже на одной лестничной площадке или в одной комнате то мы бы их совершенно не знали не принимали бы за тех каким вы себе их представляем сегодня многие стердобольные плакальщики умиляясь крестными страданиями христа сидят сидя видят в числе его по си себя видят в числе его поклонников а распинатель осуждают да что же это были за люди да как они могли так поступить с ним в начале прошлого века в англии был проведен эксперимент судебные демократические реформы давно выкинули всякие жестокости и судопроизводства нет уже узаконенных допросов с пристрастием дабы дыбы жаровни решили заново проиграть допрос христа но уже по современному уголовному и гражданского процессуального кодекса христа представляет человека отвечающего словами сохранившимся библии и приговор английский фемиды был однозначен повинен смерти представьте что сейчас христос входит в храм идет архиерейской и патриаршей службы в велохомском соборе все чинно стоят дипломатические атташе разных государств безбожный хор надрывается по нотам и вдруг раздается грохот и крики это какой-то святоша конечно же шашет с ума одним рывком опрокинул свечной ящик рассыпав деревянные пенязи в руках этого экстремиста бич сплетенный из веревок и он полет продающих и покупающих налево и направо невзирая на сан саны и рясы скажите по совести разве патриарх потерпел бы это не вызвал милицию вот иван златоуст говорит проповедь присты представьте что это происходит во всех храмах одновременно проповедь о безумии властей держащих на красной площади этот смердящий труп пола мерзкое животное и не впускает в храм ни одного зюганова лужкова путина ельцина горбачева за то что они сделали с бедным и обворованным народом каково будет какова будет реакция властей и радия христос настаивает на том чтобы божие отдавали только богу и чтобы божественная свобода дарованной церкви и преданные митрополитом сергием старогородским кесарю была бы сегодня же вырвана и этот договор принародно разорван чтобы сделали с ним сегодняшний фасиль фарисеи в рясах с этим фанатиком веры точно то что если иоанном кронштадтским я был им бы заткнули рот первый день как солженицыну как архиепископу ермогену голубеву не обольщайтесь насчет садукеев сектантов и насчет папистов католиков они все враги и златоуста и иоанну кронштадтскому да и мы тоже от окажемся в не лучшем положении как у марка твена в приключениях геккельбер и финна сколько патетиков с воспоминаниях учительниц узнавший что том сойер погиб как нам всем будет и не хватать его но он вдруг свалился в буквально смысле с потолка и от этой же учительницы получил звонкую затрещину который хватил бы на троих мне кажется что после смерти моей к моим книгам будет иное отношение и они заговорят в полный рост голос и многие будут точно также говорить неужели это кто-то мог не принимать ведь здесь так ясно и аргументировано все на основании библии к новым толкований святых отцов мне кажется что с иваном златоустом я сошелся бы полностью а с иваном кронштадтским только отчасти и он бы взять мог стать моим противником а с иваном а с иваном